Китайский Новый Год Традиции завтра в столице, большие планы по поводу того, как отметить этот праздник. И в нашем выпуске мы обязательно об этом расскажем. Но, к сожалению, начинать приходится не с самых радостных тем. В Эстонии за минувшие сутки положительными оказались 677 тестов, из них в Таллине 216. Скончались три человека. Эстония обошла Латвию по показателю заболеваемости, который стал самым высоким в странах Балтии. Несомненно, правительство не могло не учесть эту статистику, составляя обнародованную сегодня программу развития различных сфер на ближайшие 100 дней. На пресс-конференции побывал Михаил Владиславлев. По традиции оппозиция представляет новому правительству 100 рабочих дней, свободных от критики. Правительство, в свою очередь, разрабатывает программу на эти 100 дней и по истечении срока отчитывается о проделанной работе. Конечно, в нынешнее время все готовы критиковать правительство с первого дня. Это и объяснимо. Ведь предстоящие месяцы должны стать решающими в борьбе с пандемией. 100 дней завершатся 5 мая. По плану, уже в этом весеннем месяце любой желающий сможет получить вакцину. Что может и стать первым индикатором того, способны ли правительство выполнять свои обещания. Отдельно мы выделили борьбу с коронавирусом, чтобы выйти из этого, чтобы поднять экономику, поднять здравоохранение снова. Но там и много других все-таки пунктов, которые все-таки направлены на развитие всего государства, эстонского общества. Так что, например, как я выделил оттуда один пункт, что важно Центрической партии, продолжается повышение пенсии, чрезвычайное повышение пенсии. Это будет и в этом году, и в следующем году. Можно определенно сказать и то, что внеочередной рост пенсии с 1 апреля составит 28-29 евро в месяц. Оппозиция упрекала составленный коалиционный договор в том, что в нем представлены лишь общие тезисы. Программа «Ста дней» – первый шаг в детализации намерений нового правительства. В ней говорится о развитии здравоохранения в целом, об умной экономике зеленой Эстонии, образованном населении активной и защищенной стране, сбалансированном развитии регионов в открытом правовом государстве. Министр образования Лина Керсна сообщила, что в ее сфере уже подготовлен план выхода из кризиса. Помогать надо как учителям, многие из которых работают на пределе возможностей, так и ученикам. По оценке международных экспертов, дистантное образование ставило проблемы, примерно измеряемые в половину учебного года. Программа выхода из кризиса в сфере образования рассчитана на четыре года. Но уже сейчас мы активно работаем над тем, как весной, еще до окончания учебного года, поддержать и учеников, и учителей. Многие педагоги в течение последнего года работали с сильной перегрузкой в очень нестабильной ситуации. То в контактном обучении, то дистанционно, то гибридно. Это вызвало сильную усталость. Надо их поддержать, и мы готовы предложить специальную психологическую поддержку. Мы даже собираемся открыть телефонную линию психологической помощи. Коронакризис затягивается. Европейская комиссия представила обновленный прогноз. Он пессимистичнее. Если осенний прогноз предсказывал рост ВВП в этом году на 3,4%, то теперь лишь 2,6, если ограничения будут постепенно смягчаться. В 2022 году рост может составить уже 4%. Утешением может служить то, что и падение экономики вследствие коронакризиса оказалось меньше предсказанного. 3% вместо ожидавшихся 4,6%. В целом по Евросоюзу ожидается рост экономики в 3,7%, а в следующем году в 3,9%. Михаил Владиславлев, Март Эйнла, Новости Таллина. Продолжающиеся уже несколько дней суровые морозы поставили под удар. Прежде всего людей, которые не имеют крыши над головой. В такие моменты они могут переночевать в ночлежных домах для бездомных, которые, согласно решению городских властей, открыты не только в ночное время, но и днем. Учреждения будут работать круглосуточно, пока температура воздуха будет оставаться ниже 15 градусов мороза. Помимо этого, для нуждающихся продолжает работать суповая кухня, где можно раз в сутки получить горячую пищу. Тему продолжит Сергей Евченков. Если взглянуть на статистику, то в обычное время, когда на улице более-менее благоприятная погода, заполняемость ночлежных домов находится на стабильном уровне. Но все мы прекрасно видим, какой сейчас мороз. Именно поэтому город подготовился к тому, что количество нуждающихся в ночлеге увеличивается. Ночлежные дома расположены на улице Мералаге 4, Аласе 8. В общей сложности 86 мест в двух ночлежных домах. Обычно они открыты с 7 вечера до 9 утра. Но сейчас, когда температура воздуха очень низкая, мы последние два дня держали эти дома открыты и днем, чтобы люди могли там находиться. Но ночлежные дома не должны стать рассадником коронавируса. Там и всегда санитарные требования очень строги, но в условиях пандемии помещения ночлежных домов очищаются и дезинфицируются чаще обычного. Работники используют средства индивидуальной защиты, а прибывшим бесплатно выдаются маски. Помимо ночлежных домов, нуждающиеся в помощи могут по рабочим дням воспользоваться услугой дневного центра, который находится по адресу улица Сурс и Амя 6А. В дневном центре можно получить консультацию по социальным вопросам, продуктовую помощь, одежду. Также тут можно вымыться и пользоваться интернетом и посчитать газеты. Помимо этого работают и суповые кухни для нуждающихся. Одна из них располагается в Ласнамея по адресу улица Пае 19, а вторая в Пахиаталине по адресу улица Эха 8. Пенсии хватает ровно на две недели. И суповая кухня – это подспорье для меня. Ну, а так приходится покупать дешевые продукты питания. Это очень востребованная услуга, потому что каждый рабочий день мы раздаем 140 порций свежего супа. И меню у нас каждый день новое. К нам приходят те, кто обратился в социальный отдел районной управы по месту жительства. Там им выдают талоны с датами. И мы тогда знаем, сколько порций необходимо приготовить. Но проблема возникает не только у бездомных. Ситуацию многих людей усугубляется потерей работы, снижением зарплаты, других доходов. Многие потеряли привычные подработки. Тут важно знать, что через сталинский отдел социального попечения можно ходатайствовать о 17 различных пособиях. Например, пособия по рождению ребенка, добавка к пенсии, прожиточные пособия и так далее. Но за последнее время количество ходатайствующих о пособиях заметно возросло. Раньше их было примерно 7 тысяч, однако за прошлый год их число увеличилось до 12 тысяч. И также увеличилось число вдвое нуждающихся в помощи от продуктового банка. Сергей Овченков, Март Эйнло, Новости Таллина. В такие дни особенно важно, чтобы помощь приходила вовремя. В какой стране бы вы ни оказались в непростой ситуации, всегда можно номер набрать 112. Не является исключением и наша страна. Сегодня во всем мире отмечается день 112. За последний год с приходом коронавируса номер экстренной помощи расширил свои возможности. К тому же бесплатный номер государственной информации 1247 забрал на себя часть вопросов, которые не требуют сиюминутного реагирования. Каким выдался минувший год для работников линии 112 в следующем репортаже. Из года в год оператор номера экстренной помощи 112 Центр Тревоги делит со спасательным департаментом первое и второе место по уровню доверия населения. 95% жителей Эстонии полагаются на работу специалистов Центра Тревоги. Такое безграничное доверие накладывает на операторов номера 112 особую ответственность. Даже в ситуации, когда звонящий не нуждается в экстренной помощи, нужно помочь человеку. Из всех поступающих за год без малого миллиона звонков половина не требует срочной реакции. Эти звонки связаны с различными проявлениями социальных проблем и зависимостей. В марте месяце с приходом пандемии объем звонков резко увеличился. Встал вопрос о том, чтобы увести с линии 112 звонки, не требующие вмешательства полиции, скорой помощи и пожарных. Очень хорошо, что мы, конечно, работали над тем, чтобы дополнительную услугу сделать параллельно к 112, чтобы открыть телефон, который как раз занимался бы вопросами населения, которые не требовались бы быстрого вмешательства к этим вопросам. Поэтому открыли 1247, телефонный номер. Это государственный инфотелефон, по которому можно было тогда узнать по всем вопросам коронакризиса. И несмотря на то, что номер 1247 сразу приглянулся жителям Эстонии, поначалу была проблема с русскоязычным обслуживанием. Она была решена в кратчайшие сроки и теперь, за сведениями о дорогах, спасательных работах и окружающей среде, люди все чаще звонят по номеру 1247. По последним данным, здесь фиксируется по 7000 обращений в сутки. Сегодня работники Центра тревоги, обслуживающие номер 112, отмечают свой профессиональный праздник. Хочется поблагодарить их за то, что они всегда готовы прийти на помощь, за то, что работают даже в празднике, когда мы отдыхаем. К примеру, количество звонков на Новый год возрастает почти в два раза. Отрадно знать, что техническое оснащение и подготовка работников линии 1-1-2 на высоком мировом уровне. «Сказать точно, находимся ли мы на первых местах, но я думаю, что в первой десятке, может даже в первой пятерке находимся. Потому что техническое обеспечение у нас хорошее, у нас хорошая подготовка идет. И я думаю, что это со временем даже улучшается». Сегодня также отмечается и роль добровольцев. Осенью в Центр тревоги пришли 120 волонтеров. Сейчас ищут еще 80 для обеспечения их готовности прийти на помощь и по окончании пандемии. Работники Центра тревоги регулярно проходят курсы повышения квалификации и участвуют в дополнительном обучении. А еще обратите особое внимание на номер 14410. Это таллиннский номер городской помощи. Обращаться на этот номер можно по разным вопросам, связанным с жизнью города и благополучием горожан. Можно, например, сообщить о какого-то рода авариях техсетей или отсутствии уличного освещения. По этому номеру примут информацию, касающуюся порядка и ухода за улицами, скользких тротуаров или опасных сосулек, вывоза мусора или засорения городской среды, организации движения и многого другого. Так что на всякий случай прямо сейчас запишите в свой телефон номер таллиннской городской помощи. В такие морозные дни трудно представить, что когда-то будет жара, лето, катание на велосипедах и прочие радости. Но все же, авторы идей народного бюджета о летних видах спорта не забыли. Не случайно в столичном районе Пирита победила идея о строительстве специальной велосипедной трассы или, как еще ее называют, памп-трек. Если где-то возмущаются у Хабом и Рытвином на дороге, то тут 544 жителя проголосовали за то, чтобы именно такой трек появился в этом Приморском районе. Так что Сергей Овченков перенесся из зимы предыдущего сюжета в будущее лето. Не секрет, что район Пирита чуть ли не десятилетиями является центром велоспорта и до сих пор там действуют два больших велоклуба, такие как велошкола имени Яна Кирсипу и велошкола Калев. Поэтому вполне понятно, почему идея создания особой велосипедной дорожки, которая будет представлять из себя череду препятствий таких, как ямы, кочки, неровные участки, заняла первое место в Пирита. Такие трассы с искусственными сложностями называются памп-треки. Пирита уже можно назвать своеобразной велосипедной меккой. У нас находятся два больших велоклуба. И мы решили подумать с тренерами о том, как бы расширить велосипедное движение в нашем районе. И нам пришла идея создания памп-трека, где свои навыки могли бы совершенствовать не только велосипедисты, но также и любители покататься на скейтбордах, самокатах или роликовых коньках. Таким образом, создание памп-трека может обогатить существующую велокультуру и поспособствовать занятиям энтузиастов велоспорта разного возраста. Данная тропа подходит для всей семьи, как для спорта, так и в качестве замены детской площадки. Ее не нужно обслуживать, и срок ее службы достаточно большой. Ну и, разумеется, препятствия на дорожке продуманы с таким расчетом, чтобы они не причинили бы вреда спортсменам. Мы рассчитываем, что там будут крутые виражи, а также спуски и подъемы. Это поможет укрепить навыки ребят, которые занимаются экстремальными видами спорта. Для реализации идеи в рамках народного бюджета району Пирита выделено 83 480 евро. Сергей Овченков, Роман Васильев, Новости Таллина. В столице продолжается реализация масштабных строительных проектов. Накануне был заключен договор на проведение подземных строительных работ и прокладку внешних трасс в столичном квартале Ливолая. Через три года здесь будет возведен новый квартал. В числе новых домов будет и высочайшее в Эстонии офисное здание. Оно расположится напротив гостиницы «Олимпия». В новом комплексе будут квартиры и офисы, заведения общественного питания, спортивный клуб, мини-спа, салоны красоты и помещения для конференций. Перед зданиями будут построены площадь и подземные переходы. Также будут созданы зеленая зона и общественный парк рядом. Комплекс из трех зданий будет возведен к середине 2024 года. Цена проекта – 100 миллионов евро. Ну а теперь вернемся к теме, с которой мы начинали сегодняшний выпуск. Китайский, а точнее Восточный Новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Поднебесной и других странах Восточной Азии. В отличие от своего западного аналога, постоянной даты начала китайского Нового года нет и каждый год она назначается на разное время. Основные торжества ожидаются и в Таллине уже завтра, а центром их станет площадь Вабадуса и Певческое поле. Так что руководитель предприятия «Парк Кадриорг» Айн Ярова заглянул к нам в гости не случайно. Добрый вечер! Добрый вечер! Айн, что же будет происходить завтра? Происходить будет, скажем прямо, такое сказочное представление. Начнем с Певческого поля в 4 часа вечера. И там мы действительно удивим публику некоторыми новыми деталями. Например, там будут у нас такие ворота, которые будут как фонтаны, скажем, вверх будут они лить такой горячий огонь, а если подходишь под ними, тогда совсем такой холодный дождь, это как раз переход одного года к другому году. Там, конечно, будут и много таких декоративных элементов, которые будут там стоять до конца февраля, такие как, если действительно человек завтра скажет, что я не пойду туда, тогда он может пойти ведь в любое время до конца февраля, и там действительно будет бык, символ Нового года, свететь до конца февраля. Конечно, там будут и представления, и там будут разные такие игровые элементы. Я думаю, ну и, конечно, без танца дракона никак. Так что, и закончим мы это представление где-то в шествевском поле, и впервые мы показываем публику такой фейерверк, который сначала как будто дым, и ничего не понятно, а потом из этого дыма выходят китайские лампочки. Айн, но в этом году в Кадриорге празднества не будет. Почему так получилось? Традиция отмечать Китайского года началась в Кадриорском парке, и мы подумали, что в этом году все-таки два очень таких главных праздника. Китайский Новый год и День Валентина, День Дружбы, День Любви. Это ведь так близко друг к другу. Итак, мы решили, что на Китайский Новый год переносим на Пельское поле, там и более пространство, а мы будем тогда встречать публику уже в воскресенье в Кадриорге, и будем, скажем, людям показывать то, как горячо может все-таки сердце бить. Несмотря на пандемию, праздник состоится. Ну и другой тоже важный вопрос – приедут ли к нам гости из Китая? К сожалению, гости из Китая к нам в этом году не приедут, но на площади Вапа-Дуса, там, где будет официальное открытие Нового года, китайского Нового года, там будет действительно китайский посол. Айн, как вам кажется, символ наступающего года, бык, принесет ли он нам долгожданное спокойствие и порядок? Поскольку на Пельском поле мы создадим такую атмосферу, что там будут все 12 знаков зодиака. И, конечно, первый зодиак, который мы будем зажигать – это знак крота. И мы будем встречать новый, совсем хороший, приятный, добрый год быка. Ну что, встречаемся завтра в 16.00 на площади Свободы? Спасибо. Так что не перепутайте адреса праздника Певческое поле и площадь Свободы. Кстати, о событиях на Вапа-Дуса, где, как вы уже поняли, завтра Таллин традиционно отметит встречу Нового года по китайскому календарю. В репортаже Вадима Малышкина. Начиная с 2009 года, Таллин в сотрудничестве с Пекинским Бюро культуры устраивает празднование Нового года по китайскому календарю. И с каждым годом мероприятия, посвященные приходу китайского Нового года, привлекают все больше и больше жителей и гостей столицы. Это и не мудрено, ведь такие по-восточному яркие выступления артистов, фейерверки и необычные выставки в Таллине проходят не так часто. И, конечно, многие обращаются к специалистам по восточным философиям, чтобы понять, каким же будет год БК. Это знак денег, финансового благополучия, но и большого труда. То есть, если мы не сидим, занимаемся своей работой, улучшаем свою профессиональную квалификацию, что-то делаем, у нас обязательно будут финансы, бык об этом обязательно позаботится. У нашего праздника появились уже и красивые традиции. Например, каждый год, как и завтра на Площади Свободы, знаменитый эстонский скульптор Тауна Кангра начнет создавать символ 2021 года по восточному календарю – скульптуру быка. Это уже пятый символ года, который вылепит Кангру. Ведь многие из нас тщательно следят за гороскопами и ждут от белого металлического быка положительных изменений. А сам скульптор лепит его сильным и бесстрашным, способным победить все трудности, которые нам принесла злобная крыса и ее коронавирусная подруга летучая мышь. Стоит добавить, позднее скульптуры зверей-символов при поддержке города отольют в бронзе. И они займут достойное место на аллеях Таллинского зоопарка. Прошедший год внес много изменений в нашу повседневную жизнь. Различные ограничения коснулись и праздничных программ. Поэтому в этом году все мероприятия, которые организованы по случаю празднования Нового года по китайскому календарю, состоятся только на улице. Программа будет проходить как на площади Вабадуза, так и на певческом поле. И это хорошо, поскольку изоляция и работа на удаленке порядком поднадоели. А тут есть возможность не только хорошенько продышаться морозным свежим воздухом, но и насладиться огненным шоу, танцем дракона, сценическим боем, выступлением барабанщиков или попрактиковаться в тайцы – древней методике, которая успокаивает ум, помогает телу оставаться здоровым и учит использовать свою внутреннюю силу. Что, где и во сколько будет происходить, можно узнать на сайте Таллина. Конечно же, не может обойтись такой праздник без новогоднего салюта, который изобрели, кстати, сами китайцы. Он и порадует всех на певческом поле после концертной программы. Хочется лишь напомнить всем, кто придет встречать китайский Новый год на Вабадузе или певческое поле, одеваться потеплее, поскольку синоптики обещают нам по-настоящему новогоднюю морозную погоду. Но не будем забывать, что китайцы называют этот праздник еще и праздником весны. И в этом есть большой оптимизм. Как бы не злила зима и не пугала нас непривычными морозами, весна уже не за горами. Правда, прогноз погоды, который вы сейчас услышите, весенние настроения вряд ли навеет. В предстоящую ночь ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер с северных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 12 градусов мороза. В пятницу днем переменная облачность. После обеда местами возможен снег. Ветер с северных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от минус 8 до минус 10 градусов. В ночь на субботу переменная облачность. Местами ожидается снегопад. Ветер северный и северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 9 градусов мороза. В субботу днем местами выпадет снег. Ветер до обеда северный и северо-западный, после обеда северный и северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха от минус 4 до минус 6 градусов. В ночь на воскресенье облачно с прояснениями. Ветер северный от 5 до 11 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 13 градусов мороза. Воскресенье днем переменная облачность. Ветер с северных направлений от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от минус 5 до минус 10 градусов. И это все на сегодня. Мы встретимся завтра в ровно в 21.00 уже в новом восточном году БК. Всего вам самого доброго. Хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok